Добро пожаловать на мой канал крошевых нона и так же можете меня найти на одноклассниках связание с ноной и на фейсбуке нонас крошей сегодня мы будем вязать с вами вот такие гексагон такие салфеточки они получаются разных размеров в зависимости от толщины нитки и крючок я буду сегодня пользоваться крючок он толстый он size g и для того чтобы вам лучше было видно и нитки я взяла толстые принципе можете пользоваться любыми можно хлопчаток бумажными если для кухни можно что-то стали скорять на него поэтому должны быть хлопчаток бумажные нитки я пользуюсь акрилами для того чтобы показать вам вот эти гексагоны их можно связывать между собой на другом видео у меня показано как делать и циклака циклака образные очень красиво узоры получаются если нет и скетоники или как вам удобно можете сделать шакеты можете сделать все любые изделия из них будет очень красиво пусть и рисунок получается красиво сегодня я сделала видео на русском и если она вам понравится вы подпишитесь пожалуйста на него лайк и сабскрайбе подпишитесь хорошо и кликните лайк если вам понравится я надеюсь понравится так мы начнем и сегодня значит как я вам сказала я буду пользоваться толстыми ниточками для того чтобы удобнее было верить мое видео мы начнем это видео сделала на русском что было удобно по вашим запросам вас другой точно такой же у меня было на английском значит первых нам надо сделать это 5 петель 1 2 3 4 5 и соединить их вместе это очень легко вязать и если вы знаете как делать с накидом петлю и мы будем пользоваться только петлей с накидом больше никакими другими и так я набрала 5 петель соединила их вместе и наберу 3 петли 1 2 и 3 теперь мы будем делать с накидом и середина кружочка я сделаю сейчас я вам покажу что вам делать первые два я сделала сейчас мы будем с вами вязать первый круг вот этот круг и я вам скажу как его делать значит первое что мы сделали мы набрали 3 петли и с накидом теперь мы сделаем 2 петли 1 и 2 и и опять середину круга 2 с накидом 1 и 2 2 так как я вам говорила предыдущих видео я не люблю делать узлы и поэтому вот эту ниточку коротенькую я не обрежала а я вместе с ней как бы провязываю по кругу а потом мы ее отрежем значит я сделала другие две двойные и опять две петли 1 2 и того нам надо сделать 6 таких двойных между ними будет две петли и получится у нас так раз два три 4 5 6 6 по 2 так где мы сделали сейчас и переходим на третью так раз и 2 это очень хорошо для начинающих тоже пошел очень легко другие мы не пользуемся только вот такими двойными петли с накидом 2 мы сделали и опять две петельки 1 2 по размеру как их можно использовать эти гексагон и можно сделать маленькие по чашечку терапевтики или кофе вместо блюдечка можете сделать побольше и для цветочного горшка хорошо можно сделать и подставку для для кастрюли зависит того каких ниток вы делаете если хватит и бумажные только что лучше для кухни для чего-то горячего если делаете жакеты то конечно лучше делается шестяных или акриловых ниток опять две петли и опять две двойные если одна двойные окей насколько мы сделали раз-два-три-четыре-пять нам надо еще одно сделать 6 опять две петли и опять двойные 2 1 и 2 и опять две петли 1 и 2 этого 1 ряд мы с вами связали проверим 1 2 3 4 5 6 и соединил так и вот так первый ряд у нас готов пока еще не видно наш гексагон вот эту часть мы с вами уже сделали теперь мы переходим ко второму ряду во втором ряду у нас будет как заметили пену было по две двойных видите по две всего шесть штук следующем втором ряду мы прибавляем и будет теперь надо двойными будет 4 2 4 4 4 4 значит по две мы прибавляем из них можно сделать даже скатерти и увеличивая каждый раз на 2 вот я набираю это 5 3 петли значит здесь мы должны с вами сделать в каждую петлю опять-ки двойные 1 так это 2 это 3 4 4 сделаю потом когда мы с вами пройдем до конца круга и я сделаю 4 поэтому здесь пока мы оставим 3 так легче делать какие ножка увеличив чтобы вам было лучше видно вот так на 4 мы сделали так 3 так теперь каждую я 5 я делаю 2 петли и тогда она создаст вот этот рисунок вот этот рисунок вот эти дырочки будет идти у нас начну набираем 2 петли 1 2 и теперь мы опять делаем 4 двойных это будет первое место двойными каждую следующую петлю двойную или с накидом их называют так 2 3 и 4 4 будет вот в это отверстие и так мы сделали 4 1 2 3 4 в этом было 2 здесь у нас 4 двойных и опять две петли 1 2 окей в каждую следующую мы вводим двойную опять первое мы идем обхода так каждую следующее будет двойная это будет 2 3 и 4 и опять две петли 2 петли получается как раз над этим давайте посмотрим что получается 4 здесь 2 петли опять 4 4 4 4 4 1 следующую петлю опять двойную опять двойную и последняя четвертая 5 война и опять две петли 1 2 так что у нас получается уже что-то похоже на гипсагон окей осталось закончить это второй ряд так две петли мы сделали и переходим опять 1 1 2 2 3 и 4 и опять две петли как раз и две петли получается вот над этими дырочками так дальше опять вводим в это же отверстие это будет 2 двойные так одна двойная следующее наводим опять петлю двойную все время двойные что легко вязать здесь мы считать не надо паха все одинаковая вязка главное посчитать 2 или 6 8 и так далее так здесь получилось у нас 4 1 2 3 4 и опять две петли и мы подошли уже близко к первым с чего мы начинали значит здесь у нас 1 2 3 нам надо связать еще одно чтобы на 4 и теперь мы все это соединим и мы готовы к третьему ряду посмотрите что у нас получилось ведь уже похож на гексагон то есть на 6 сторон так следующий ряд мы будем вязать нас мы с вами связали 1 2 сейчас и будем вязать третий уже это вяжется очень быстро опять набираем 3 петли значит у нас было 4 двойных 1 2 3 4 следующем третьем ряду будет уже 6 мы прибавляем по 2 здесь и здесь остальные вяжется остальные в каждую петлю значит одна у нас есть это будет 2 3 4 4 идет сюда а пятую шестую мы закончим потом когда дойдем концу вокруг круга пройдем остаться вот эти две и как раз мы добавим еще две двойные так опять мы делаем две петли 1 2 и теперь вводим в этот кружочек под него двойную двойную это будет один в каждую следующую петлю будет одна двойная 1 это 2 это будет 3 4 пятое давайте посмотрим как раз два три вот видите неправильно сделала я вела в одну в одну петлю сразу две двойные на их об рисунок был красивый обращайте внимание чтобы не получилось как сейчас я специально сделала что вы увидели по 6 ли у нас должна вот здесь быть она получается здесь рисунок у нас собьется на 4 следующую петлю вот сюда мы вводим 4 дальше будет 5 и шестая и шестая боится сюда опять делаем две петли 1 2 и получится вот такие красивые здесь дырочки первые вводим опять сюда причем это делаем сейчас я вам покажу на вот этому чтобы у нас вот здесь получилось вот видите вот мы вводили сюда последний сюда первую в этот ряд и вот такой треугольничек у нас выходил так это первая следующая будет 2 2 3 четвертая четвертая пятая и 6 6 вводится сюда опять мы делаем 2 петли пинцы получается вот эти петли 1 за 1 идут 2 петли мы сделали и опять начинаем следующее это будет 1 и вот здесь получается вот такое как птичка 1 это будет 2 3 3 3 5 5 и последний 6 и опять две петли как раз вот над этим раз посмотрим что получается и все мы сделали 12 по 6 до 3 4 5 6 везде по 6 и здесь по две петли опять 6 нам осталось еще две эти стороны сделать от ше от гексагон опять 1 вторая третья четвертая пятая и шестая последняя вводится сюда все время с накидом видите все одинаковые дальше опять две петли как раз над этим видите что получилось ровно так дальше опять мы начинаем последняя вещи что получилось остался вот этот кусочек нам сделать значит сюда мы вводим первая петлю вторую следующая петлю третья четвертая четвертая пятая и последняя шестая сюда после последняя петля после последнего опять делаем две петли в каждом ряду по две петли осталось соединить теперь посмотрите мы когда начинали этот ряд мы начинали этот ряд я вам сказала мы сделали 4 значит что было 6 мне надо сделать еще две значит одно мы вводим сюда двойную а вторую следующую петлю а вторую следующую петлю вот в эту и теперь мы можем и всех соединить соединяем и вот этот конец да так окей посмотрите что получился раз два как раз 6 сторон да получилась маленькая салфеточка если вы остановите на этом то у вас получится сколько на сантиметрах будет 12 примерно сантиметрах чертам примели в 12 половиной мы сделаем еще с вами еще один ряд что было видно что это гексагон а не круг как последний ряд мы опять делаем 3 петли на подъем 1 2 3 так и теперь в этом в этом последнем ряду у нас будет восемь петель двойных значит здесь было два по два шесть здесь у нас 4 6 здесь у нас было восемь на два больше и вот этот ряд последний я буду делать здесь было шесть здесь будет извиняюсь два четыре шесть последний будет восемь вы можете также сделать скатерть для стола на каждом ряду увеличивая по по две шесть восемь десять двенадцать и выйдет большая даже скатерть окей дальше мы делаем как я вам сказала восемь это мы считаем как первое в эту следующую петлю опять-таки двойную мы делаем с накидом это будет третья четвертая это будет 5 5 и 2 петли я как я вам сказала должно быть 8 и вас есть когда мы будем доканчиваете этот круг и придем к этой стране мы здесь добавим еще три то есть будет в эту петлю 1 2 и вот в это отверстие будет 3 как раз получится 8 окей так дальше продолжаем опять вводим первую сюда в этот же петлю так раз каждую следующую по одной с накидом вы можете сделать и маленькую будет мочалка для посуды можете сделать побольше будет для ванны макеалка покинуть мы сделали 1 2 3 4 5 6 и еще 2 на черную сюда и одно будет вот сюда это си и это будет 8 1 ряда гексагона мы сделали уже два ряда даже полтора здесь осталось 3 петли до кончики так дальше мы делаем опять две петли и опять одно сюда в каждой следующее по одной с накидом и проверим сколько мы сделали так и посчитаем сколько мы сделали петель двойных не забудьте две петли 1 2 если пропустить эти две петли здесь не будет такого рисуночка красиво окей наши мы сделали этот ряд мы сделали полностью этот ряд здесь 8 петель и здесь у нас 5 потом надо кончить так переходим к следующему опять накид и в это же под рисунок мы вводим опять с накидом 1 каждой следующее с накидом я стараюсь делать медленно чтобы мы вместе с вами вязали чтоб не возвращаться опять к началу каждой следующее петлю мы ничего не пропускаем и сейчас посчитаем сколько мы сделали двойных 1 2 3 4 5 6 и осталось еще одна восьмая где-то я вела 2 1 2 3 4 5 вот здесь я села неправильно видите поэтому рисуночек у нас может сбиться опять лучше распустить чем было чтоб некрасивый рисунок значит мы сделали 1 2 3 4 5 6 и осталось 2 это будет 7 вот в эту петлю и и последняя восьмая должна идти сюда не в петлю под петлю и опять две петли 1 и 2 посмотрите что получилось у нас осталось 1 и 2 и мы закончили наш гексагон так опять мы вводим одну вторую третью четверть четвертую четвертая пятая шестая седьмая и последняя восьмая идет под петлю и опять две петли 1 воздушные 2 видите нам остался этот кусочек опять мы вводим первую под эту петлю это будет вторая в эту петлю если будете делать из очень тонких ниток у вас получится кружева с таким же рисунком это будет 4 5 6 7 8 мы закончили так еще не забыли 2 воздушные петли 1 и 2 так теперь мы возвращаемся к нашему самого первого ряда мы сделали двойных раз два три 4 5 должно быть 8 значит нам надо их заполнить так это будет первое под петлю еще осталось две то есть раз и два это будет 2 и 3 и мы соединяем лица получается 8 когда мы соединяем здесь значит получается у нас так раз два три 4 5 6 7 8 теперь мы соединяем верхушку самой первой когда мы набирали 3 петли мы соединили теперь я отрежу ниточку я не буду сюда резать я не буду делать узел кусочек оставим так теперь мы будем что делать я возьму крючок немножко меньшего размера чтобы убрать эту ниточку чтобы ее не было видно я сделаю ее под петлю можете делать тем же крючком если у вас нет другого видите чтобы рисунок не сбивался я ввожу года вот эту петлю теперь на изнанку уворачиваем и здесь я эту ниточку провожу среди вот этих узоров и видно ее не будет и здесь я и спрячу под нитки на быть цветов так же делайте и теперь в другую сторону чтобы она не распустилась у нас и спрятали ее под наши узоры с изнаночной стороны так теперь это ниточку я отрезаю она больше не нужно теперь я должна отрезать вот то что было с изнанки когда мы набирали 5 петель и сейчас мы ее тоже спрячем и обратно в другую сторону сделаем все больше не будет видно и мы ее отрежем теперь переворачиваем на лицо и что у нас получился у нас получился вот такой красивый узор значит если вы делаете пакет или вы хотите спать и все статью же кружочков где-то вошадить сагоне то как их вместе срывать что было какой-то узор между ними я показала в другом видео она называется зигзаг там всего пять минут уже очень легко вязать и получается очень красиво узор он получается в одной плоскости и нет никаких шишечек с изнанки она все в одной плоскости идет и с изнанки и с лица поэтому можно шить и получить какой-то узор можно сделать сумочку можно сделать катет можно сделать шакет или одеяло из таких форм окей спасибо что посмотрели мое видео и если вам понравилось пожалуйста ставите лайк и подпишитесь опять мой канал называется красивость но на но на 2м потому что там много других каналов на ютубе здесь 1м и меня можно также найти на одноклассников вязание с ноной и на фейсбуке номер с крушет вот и спасибо что посмотрели мое видео я надеюсь что у вас все получилось если будут какие-то вопросы вы пишите в комментариях я вам с удовольствием ответил спасибо до свидания до следующих видео